Здравствуйте! Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона, в котором продолжали на этой неделе кипеть политические и эпидемиологические дебаты. И сегодня в нашем выпуске. Жертвы, которых можно было бы избежать. Главный эпидемиолог Америки о последствиях резкого снятия карантинных мер и своем умеренном оптимизме по поводу разработки вакцины от коронавируса. Украина посткарантинного образца и вертолетные деньги из распечатанной кубышки. Как россиянам пообещали новую коронавирусную помощь, все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Страдания и жертвы, которые можно не приносить. Так главный эпидемиолог США Энтони Фаучи охарактеризовал цену, которую страна может заплатить за поспешное снятие карантина в разных американских штатах. Это предупреждение Фаучи сделал в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе в начале недели. В середине прошлой недели это выступление Белый дом планировал заблокировать. Я обеспокоен тем, что если штаты, города и регионы в попытке нормализовать свою жизнедеятельность, проигнорирует наши рекомендации о принципах безопасного открытия, а это именно то, что происходит сейчас, существует реальный риск спровоцировать новую вспышку, которую невозможно будет контролировать. Как это ни парадоксально, это отбросит нас назад. Во всех тех усилиях по сдерживанию эпидемии, которые мы до сих пор предпринимали. Это, в свою очередь, приведет не только к страданиям и смертям, которых можно было бы избежать, но также сведет на нет все усилия по восстановлению экономики. Энтони Фаучи выходил на связь дистанционно. Он самоизолировался на прошлой неделе после того, как в Белый дом проник коронавирус. Диагноз был подтвержден у пресс-секретаря вице-президента США. После этого сотрудников Белого дома обязали носить на работе маски. Распоряжение касается всех, кроме, само собой, президента Трампа. Сотрудник личной обслуги, которого, кстати, тоже заболел накануне коронавируса. Главный посыл выступления доктора Фаучи – галлопический темп открытия штатов без соблюдения необходимых осторожностей – неизбежно приведет к росту вспышек и волновому движению эпидемии в США. На сегодня в штатах Техас, Алабама и Южная Дакота уже зарегистрирован рост случаев заражений по мере открытия предприятий и заведения общественного пользования. Стоит отметить, что решение об открытии губернаторы приняли вопреки рекомендациям эпидемиологов о том, что постепенно снимать карантин можно только после двухнедельного беспрерывного понижения количеств случаев заражений. Осторожного оптимизма у главного эпидемиолога страны на этой неделе хватило, пожалуй, только на разговоры о вакцине. Главный посыл ученого – разработка идет, но к осени вакцина все же готова не будет. При этом именно осенью планируется возврат школьников в учебное заведение в США. Фаучи в связи с этим подчеркнул, что заблуждений по поводу иммунитета к коронавирусу у детей быть не должно. Мы должны очень четко осознавать степень ограниченности наших знаний о вирусе. И нам действительно лучше быть очень осторожными, особенно когда речь идет о детях. Потому что чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что исследования и данные, поступающие из Китая и Европы, не конечны. Например, сейчас у детей с COVID-16 и с COVID-19 возникает очень странный воспалительный синдром, очень похожий на синдром Кавасаки. Президент Трамп при этом к концу недели заявил, что школы в Америке должны открыться уже сейчас. Он отметил, что вирус очень мало сказывается на молодежи и продолжил утверждать, что, я цитирую, люди хотят, чтобы страна открылась. А мы, возвращаясь к посылу доктора Энтони Фаучи о вакцине, с молекулярным биологом Ольгой Матвеевой побеседовали накануне о том, какие надежды ученые связывают с разработкой вакцины и какие опасения возникают у них на этот счет. Вакцины могут быть совершенно безопасными, то есть не могут, а должны, и они могут спасать человечество от кучи инфекций. И у вакцин есть совершенно как бы, как рекорд, мы говорим, хорошая история. Но создать безопасную вакцину очень сложно. И вот многие сейчас люди, которые привыкли, что детей иммунизируют так легко и просто, им кажется, что сделать вакцину, вот щелкнул пальцем, все так здорово, и они просто... А если вот хорошо знать историю вакцин, то иногда хорошие вакцины делались столетиями. То есть вот эта полиэмилитная вакцина, все знают историю Себин, там, Солк. А то, что в реально начале XX века еще начались разработки, и что даже первые клинические испытания были еще в 20-х годах, и много было очень неудач. Вот это как бы все у нас из коллективной памяти исчезает, или вообще даже этого никогда не было. Вот, вакцину безопасную сделать сложно. Тем более на так называемые вирусы, ну, которые меняются, вот, у которых изменчивый геном. Потому что одновременно с изменением вирус меняется, он может сделать так, чтобы уходить от иммунитета. И то же самое может случаться, когда вакцинируют каким-то одним белком, или каким-то, это называется, антигенной детерминатой. Вот. А в результате вирус уже поменялся, и все, его же иммунитет не узнает. Но если бы просто не узнавал, это было еще бы полбеды. А бывает так, что вот антитело, вот это наш защитный способ узнавать вирус, оно немножко хуже начинает связывать вирус. И за счет этого, когда вот такой комплекс попадает в иммунные клетки, макрофаги, вирус начинает там реплицироваться. И вакцина может это провоцировать. То есть вакцина как бы тренирует, вот как вот полицейских может тренировать. Вот это преступник, он выглядит так, у него там черные очки, например. Вот. И всех черных очках полицейские начинают вылавливать. А тут он поменял немножечко облик, и выглядит сам, например, там, как нормальный человек, или там, и его полицейские приводят в участок, вот. А он там берет и всех убивает. Вот примерно то же самое может происходить, если выбрать вакцину вот на какие-то участки, на какие-то характерные черты вируса, которые он легко может менять. Прежде чем сделать безопасную вакцину, нужно очень хорошо понимать, на какие участки вируса, как вот натренировать полицейских, что вирус никогда не может изменить. Какие у него есть такие характерные черты, про которые можно полицейским рассказать, и они никогда не ошибутся. Вторая проблема. Вот вакцина сделана. Например, в Китае, вот опубликована, вернее, не в Китае, вот в биоархивах или в медархивах лежит статья о китайских ученых, которые просто решили огромное количество технических проблем. Вот. И сделали вакцину, которую они проверили на макаках, они проверили там на разных животных. И вот макаки, которые тоже, у них сходное заболевание вызывает вирус. Вот. И вакцина предохраняет макак. Значит, что делать дальше? Как эту вакцину проверять? Ведь самая важная проверка вакцины не то, что она там, скажем, для макак безопасна, а как, например, проверить на людях, что она не вызывает вот этого антителозависимого усиления инфекции. Ведь нужны люди с инфекцией, а в Китае это побеждено. И что, китайскую вакцину нужно на американцах сейчас использовать, себе пробовать, чтобы показать, что она эффективна? Кто? Как? Вот как? 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 Вот мы обсуждали в Фейсбуке, и я даже такую мысль, поскольку в Китае плохо с правами человека, я бы сказала так, может быть, искусственно заражать они будут заключенных? Вот как они могут испытать свою вакцину? Вот она хорошая или плохая? Вот она вызывает эффект антителозависимого усиления инфекции или нет? Как испытать ее безопасность? Ну хорошо, у макака она безопасна, а у людей? Ну а вот, собственно говоря, вот эти вот группы, которые создаются, группы тестируемых добровольцев, возможно, такое? Да, возможно, но в Китае нет добровольцев. В Китае там очень мало инфекций, понимаете? Для того, чтобы понять вакцину эффективно, вот именно с точки зрения иммуногенности и безопасности, даже вот этот эффект антителозависимого усиления инфекции, она же может вызывать далеко не у всех, а только у кого-то. Одного из десяти, одного из ста, вот, или у одного из тысячи. Вот, поэтому для того, чтобы проверять вот вакцину именно, что она точно безопасна для людей и точно предохраняет инфекции, нужны очень большие группы людей. Нужно там вот, например, тысячи людей, которые точно инфицируются. И тысячи людей, вот как и тысячи людей, значит, тысячи людей, которые точно инфицируются и которым вакцину уколят. И там тысячи людей, которым вакцину не уколят, и они точно инфицируются. И только вот сравнивая, сколько заболело людей реально в одной группе или в другой, вот такую группу тысячи, которые точно инфицируются, где их найти, если инфекции очень мало, если очень работает карантин? Ольга Матвеева в нашем эфире. В России клинические испытания вакцины от коронавируса проводить планируют уже с начала июня. А на этой неделе Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней 12 мая и анонсировал новый пакет экономической помощи россиянам. О коронавирусной статистике, антикризисных мерах российского руководства и начале конца карантина в стране мы говорили с экономистом, старшим научным сотрудником Института экономической политики имени Гайдара Иваном Любимовым. Вот, Иван, в том, что касается объявленных на этой неделе антикризисных мер, они экономические, и целый дополнительный пакет был анонсирован, в частности, так называемые вертолетные деньги. На ваш взгляд, вот для того, чтобы осуществить исполнение этих мер, российское правительство сейчас уже пошло на то, чтобы распечатывать эту заветную кубышку, которую хранили на черный день? Или другими словами, настал ли черный день в экономике? Ну, черный день, конечно же, настал. Они, конечно, могут быть и чернее дни, но, в общем, тот день, с которым мы сейчас сталкиваемся, он вполне себе драматичный и черный в этом смысле. Да, по всей видимости, кубышку распечатывают, но часть денег позаимствуют из других программ, которые будут сокращаться. Ну, вот, насколько мы понимаем, это была такая очень повышенной адресности помощь, если можно так сказать, целевая аудитория семьи с детьми, также малому бизнесу, насколько мы понимаем, планируют помочь. Вот как вы можете оценить этот посыл? Первая помощь семьям с детьми. Семьи с детьми действительно важнейшая в России коборта бедных. Мы знаем, что в России небогатые пенсионеры, но среди небогатых основная роль принадлежит именно семьям с детьми. Поэтому оказать помощь этой целевой группе – это правильный шаг. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она была более точечной или хотя бы интервальной. Что это означает? Это означает, что я бы постарался все-таки найти те семьи, кто с детьми, кто в такой помощи не нуждается, у кого доходы в порядке, у которых, в общем, все хорошо, и не оказывая помощи этому интервалу домохозяйств, состоятельному домохозяйству, в большей мере помочь тем семьям с детьми, кто действительно сейчас переживает тяжелейшие времена. Тогда на каждого ребенка можно было бы, например, потратить 15 или 20 тысяч. Но коли власть не стала решать этой задачей по каким-то причинам, то, в общем, я рад, что помощь семьям с детьми оказана хотя бы в таком виде. Что касается помощи компаниям, то дизайн этой помощи все в большей мере напоминает ту архитектуру поддержки, которая применяется в богатых странах, в Соединенных Штатах, в Германии, в Дании. В чем состоит механизм этой помощи, в чем идея этой помощи? Идея состоит в том, чтобы сохранить компании, их трудовые коллективы, знания, которые есть в этих компаниях, финансируя фактически заработную плату, сохраняя заработную плату и рабочие места. Это очень важно, потому что в противном случае правительство будет помогать уже не компаниям, а безработным. Сектора экономики будут повреждены в значительной мере в виде закрытия многих и многих фирм. И восстановление таким образом займет несколько большее время. Российские власти все в большей мере конструируют свою поддержку вот таким образом. Но есть нюансы. Нюансы заключаются в том, что важно для российских властей, и тоже мы можем наблюдать и в Соединенных Штатах, но не в Скандинавии и не в Западной Европе, важно не допустить того, чтобы эти деньги попали не в все руки. Найдет ли награда героя и дойдут ли деньги до адресатов? Безусловно, награда найдет и героя, и антигероя. И в России и США важным считают, чтобы награда антигероев ни в коем случае не нашла. Мы что-то похожее видим уже в Соединенных Штатах. Мы, где, если мне не изменяет память, одобрена Конгрессом поддержка в размере 359 миллиардов долларов. И мы, я уверен, неизбежно увидим что-то похожее в России, когда начнут выдаваться вот эти прощаемые кредиты. Прощаемые в том случае, если компанию удается сохранить занятость. И тогда государство погашение этого кредита и процентов берет на себя. Мы увидим бюрократизацию оказания этой поддержки. Мы увидим, что до многих, кто имеет полное право получить ее, эту помощь, они, увы, ее не получат. Но мы уже наблюдали этот пример, когда Владимир Путин отчитал на заседании чиновников за то, что до медиков никак не могут дойти обещанные выплаты. Да, да. Даже, казалось бы, вот в столь ясной для бюрократа ситуации, когда определена целевая группа, когда перечислены уже деньги, мы видим, что бюрократия задерживает, эти бюрократические каналы задерживают поступление этих ресурсов в медицинскую систему. Во многих случаях не всегда, но во многих случаях. И это в значительной мере подрывает доверие медицинского персонала к обещаниям властей, демотивирует их, потому что люди рискуют жизнью, люди находятся постоянно в состоянии тяжелейшего стресса. И даже маленькая какая-то эмоциональная и финансовая поддержка в виде этих доплат до них часто не доходит. Иван Любимов в нашем эфире о выходе из карантина и сопутствующих этому трудностях в России. В Украине тем временем определили пятиэтапный план выхода из карантина. На фоне ранее установленной даты окончания изоляции 22 мая, уже на этой неделе правительство страны решило ввести в действие первую фазу. Открыть парки, скверы, детские площадки, музеи и так далее. При этом уже на следующий день после объявления о начале открытия премьер-министр Украины заявил, что дата 22 мая не окончательная и карантин будет продлен. О главных причинах, вдохновивших украинское руководство на ускоренный переход на первую фазу снятия ограничений, я спрашивала инвестора, основателя компании Trident Acquisitions, экс-депутата Российской Госдумы, ныне живущего и работающего в Киеве Илью Пономарева. Это мало связано с реальным ходом эпидемии, а это связано скорее с состоянием экономики и состоянием общества. Но в Украине, в общем, наверное, так же, как и во всех странах мира, так же, как и в Соединенных Штатах, так же, как и в России, есть совершенно четкое разделение. Там более либеральная столица, ну и вообще там элита, которая готова сидеть дома и бояться, и никуда не выходить. И, значит, простые люди, работяги, которые говорят, надо это прекращать, потому что с их точки зрения угроза не такая большая, а потери для семей абсолютно реальные. Нет работы, нет заработка, нет будущего. И это все совершенно ужасно. А в Украине это еще усиливается тем, что очень много так называемых зарабинчан, гастарбайтеров, которые работают в Европе. В Украине за последние два года поступления от них вообще стали номером один поступлением в государственный бюджет. И, соответственно, то, что они сидят внутри страны, лишает страну огромных доходов. А перспектива получить денег от МВФ, она довольно призрачна. Поэтому, естественно, все хотят, чтобы как можно скорее началась хоть какая-то работа, иначе в экономическом плане для страны большая проблема. Ильяна, вот интересно, что раньше страны региона могли полагаться более или менее стабильно на международную помощь, а теперь, когда проблемы возникли у всех и для Европы предсказывают рецессию. Как вы вообще видите вот этот вот вектор сотрудничества, если он будет существовать? И тот факт, что, например, Германия заявила о том, что она будет сворачивать уже целому ряду стран помощь и не оказывать ее вообще. Это такая новая реальность. Как в этой новой реальности будут существовать страны, такие как Украина? Ну, денег, естественно, конечное количество. И это как раз та вещь, которую я постоянно пытаюсь объяснить коллегам дома в Украине, что когда они говорят, вот, значит, МВФ нам пообещал 8 миллиардов, и, значит, теперь будет все хорошо. Я им говорю, ребята, вероятность того, что в этом году эти 8 миллиардов получите, она стремительно приближается к нулю. Дай бог получить там два. Потому что МВФ не просто ушла, а МВФ какой-то злой, ужасный, значит, и будет там закручивать гайки, а просто потому, что у МВФ сейчас 160 заявок из разных стран мира, а количество денег не меняется. И, соответственно, у них просто физических денег нет для того, чтобы, значит, всех удовлетворять в таком количестве. Поэтому там идет, на самом деле, дискуссия, которую, думаю, сейчас, когда наступит понимание, что от МВФ большой помощи не придется, в этом году, скорее всего, эта дискуссия усилится. В одних устах это вообще звучит как дискуссия про дефолт, в других, более разумных устах, это звучит как дискуссия про деструктуризацию долга. Конечно, я считаю, что там надо не новые деньги брать, а договариваться с существующими кредиторами, чтобы им меньше платить. Тем более, что очень многие из этих кредиторов, особенно частных, не государственных, не МВФ, а частных кредиторов давали деньги под очень высокие проценты. Ну и, конечно, в нынешней ситуации надо как-то умерять свои аппетиты, и тогда все будет нормально и с этими долгами расплатиться. Илья, в части антикризисной помощи вот сейчас принято говорить об оказании единовременной или не единовременной помощи населению в разных странах, как о вертолетных деньгах. В России сейчас было новое заявление сделано на этот счет. Как вы оцениваете украинскую ситуацию в этом смысле? Она в этом смысле промежуточная, на самом деле. Я вот при том, что понимаю, и сам, будучи человеком левого взгляда, мне нравится всегда идея помочь простым людям, но, тем не менее, она должна тоже иметь конечный экономический смысл. Соединенные Штаты Америки – это страна малого бизнеса, в котором очень большое количество занятостей, и большинство занятостей, оно связано именно с малым бизнесом. И малый бизнес от того, что сейчас происходит, страдает больше всего, потому что мы перестаем ходить в кафе, мы не можем пользоваться парикмахерскими, мы не ездим в автосервис, ну и так далее, и тому подобное. То есть все то, что есть вот этот самый малый бизнес. Крупные промышленные предприятия, естественно, они работают более или менее по-прежнему, и бюджет также имеет возможность выплачивать деньги в виде зарплат бюджетной работы. В России 80% занятости – это именно крупные предприятия и бюджетная сфера. Именно поэтому Путин и не пошел на раздачу денег, потому что он понимает, что это касается очень малого количества занятых в экономике, им раздашь, остальные будут недовольны. А если это такая маленькая занятость, то как только закончится карантин, они все равно себе работу найдут. И поэтому в России раздача денег детям, где семьи совершенно лет, где семьи, там вот такой путь был выбран. В Украине ситуация промежуточная, потому что Украина – страна, в которой все равно достаточно большой процент занят в бюджетной сфере, и государственных компаниях, которые не прекращали выплат. Но в то же самое время малый бизнес занимает существенно больший процент занятости, чем в России. И еще раз скажу очень важный фактор вот этих самых зарпичан. Поэтому в этом смысле предпосылок для того, чтобы раздать денег Украине, гораздо больше. Но проблема другая. Украине денег нет. Раздавать нечего. Прогноз Ильи Пономарева специально для нашей программы. Это все, на что хватило времени сегодня. Спасибо, что провели эти полчаса с нами. Дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Спокойных вам выходных. И увидимся в следующую субботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова